Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. Продолжаю отдавать долги за субботу, за нашу программу «Беседа за жизнь». Честно говорю, не успел на все группы вопросов, на все блоки вопросов ответить. Сегодня постараюсь ответить на группу вопросов, которые я скомпоновал, скомплектовал из вопросов, связанных с тем, зачем Россия, зачем Российская Федерация, зачем руководство Российской Федерации, как, в общем-то, я могу это слово взять в кавычки, «крышует», могу говорить без кавычек, словом «прикрывает» или «поддерживает» людоедские режимы. Слово «людоедские» тоже можно взять в кавычки, а можно, ну, просто произнести слово «антинародные», «антидемократические» и так далее. Да, действительно, это историческая судьба российского руководства. Мы прекрасно понимаем, откуда, почему и как она появилась. Дело в том, что даже при царском режиме, вот при том самом кровавом романовском империализме, Россия никогда не поддерживала никаких кровавых режимов. Да, она вела агрессивную, скажем так, внешнюю политику, достаточно агрессивную. Давайте посмотрим, откуда вдруг на карте Российской империи взялась Сибирь, Средняя Азия и Закавказья, да и даже Северный Кавказ. Исключительно благодаря агрессивной внешней политике. Любое новое приобретение в составе Российской империи было не что иное, как колонизация соседних земель. Вот, вспоминайте конфликты, которые существовали уже в период Советского Союза на Китайской Восточной Железной Дороге в районе реки Халхингол, в районе озера Хасан, оккупация Западной Украины и Западной Белоруссии, ну или, скажем так, Восточной Польши, война, связанная с оккупацией Бессарабии и Буковины, ну и, наконец, Российско-Финская война, и к чему это в конечном итоге привело. Но сложилось так, что именно советское руководство благодаря вот этой вот агрессивной внешней политике взяло за основу своей внешней политики поддержку агрессивных, людоедских, правильно вы говорите, хотя я назвал это слово в кавычках, именно антинародных режимов. Возьмите, что стало результатом войны 1950 года в Корее? поддержка, установление точнее, а затем поддержка, всемирная поддержка режима, кровавого диктатора Киммерсена, который основал династию, которая не вкладывается даже в наши российские рамки, что в условиях демократического государства, псевдодемократического государства может существовать династия. Династия правителей, называйте как хотите, падишахами, называйте, там, я не знаю, королями, царями, князьями, герцогами, кем угодно. Но даже Советский Союз не мог позволить себе создание династии. А посмотрите, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, и нынче уже внук Ким Ир Сена, Ким Чен Ын. Вот эта вот толстая халя такая, расплывшаяся, абсолютно, на мой взгляд, абсолютно бессовестная рожа, которая просто угнетает свой собственный народ. А возьмите политику Советского Союза в Африке. С кем целовался Брежнев? Вы представляете, Бакаса, правитель вот этой центрально-африканской республики, который называл себя там императором, повелителем всех птиц в небе, всех рыб в море, всех, значит, зверей в джунглях и в пампасах, был людоедом. И все в сегодняшний день совершенно четко и официально об этом знают. Если ему кто-то не нравился из его подчиненных, он давал команду этого человека. Вот тут вот, вы представляете, режим людоедский в натуральном виде, просто в натуральном виде, не в переносном смысле. Он давал команду, допустим, мне сегодня не нравится министр, ну, скажем, финанс, или начальник почтового ведомства. Заколбасить, голову отрезать, расчленить на мелкие фрагменты, и сложить в морозилку. И когда я скажу по моей команде, делать из этих фрагментов супчики. Вы представляете, ну, наверное, наверное, все-таки вам неприятно это слушать, видеть и понимать. Но когда рухнул советский режим, когда рухнул вот режим этого самого Бакасы в Центрально-Африканской республике, ведь все узнали подробности, куда бы, что бы великие вот эти правители не творили, что бы они ни делали, как бы они ни изгалялись над своим собственным народом, в конечном итоге мы ясно и четко понимаем, что тайное всегда становится явным. В конечном итоге явным стало все, что связано с мерзостями начала советского периода, вот этот вот голод, людоедство, красный террор, да, явным стало все, что от нас скрывалось до 60-х, 70-х, может быть, даже до конца 80-х годов, все, что связано со сталинским террором. И мы сегодня только к этому пришли и сегодня только это поняли. И то нам запрещают об этом думать. Посмотрите судьбу Дмитриева, историка Дмитриева из Карелии, который раскопал сталинские преступления, сталинские репрессии, который осветил все это и теперь получил 13 лет. Именно за это не было там, я считаю, никакой педофилии, никакого там издевательства на этой девочке. Это все надумано, придумано. Это месть органов за то, что он издевается над органами. Я сейчас не говорю, какими. И даже не обращаю на это особого внимания. Я просто говорю, что Леонид Ильич Брежнев, лауреат премии, Ленинской премии мира, борец за мир, автор книги, сейчас скажу, по-моему, отчета называлась там «За мир во всем мире», вот что-то такое. Подписант массы международных договоров, связанных с поддержанием мира во всем мире, человечности и гуманизма, целовался в засос с людоедом, слизывая с его губ кровь тех людей, которых он вчера, позавчера, позапозавчера, может быть, неделю назад сожрал. Просто сожрал, достав кусок филейной части своего бывшего начальника почты или министра финансов и поручив повару приготовить из этого дела вкусный супчик. Вот с кем, когда, почему общался Советский Союз и почему сейчас. Российская Федерация в лучших традициях, кого она поддерживает? Ну, посмотрите, кого она поддерживает. Она поддерживает Лукашенко. Единственная страна, окружающая по периметру Республику Беларусь, поддержала вот этого вот самого ублюдка, которого в народе в своей стране зовут тараканом, которого не поддерживает свое собственное население. А мы должны это поддерживать только лишь по одной причине. По причине наличия принципа антинародности, антигуманности, принципа применения силы, принципа применения репрессий. Любой репрессивный режим, любой жестокий режим, любая незаконная, любая именно репрессивная власть в лучших традициях советского времени, должна быть поддержана российским руководством. Здесь отсутствуют, абсолютно отсутствуют какие-то геополитические интересы. Я вам серьезно говорю, можно сколько угодно разговаривать о геополитической роли Беларуси и российских интересов на этой территории. Серьезно вам говорю, нет там никаких интересов. И нехли на России бодаться с НАТО. Россия могла бы уже давно быть членом НАТО и членом Евросоюза при условии, если бы на территории Российской Федерации соблюдались нормы международного права, нормы своей собственной конституции, а также совершенно элементарные демократические нормы. Антидемократические режимы поддерживают антидемократические режимы. И мы не сможем стать ни членами НАТО, ни членами Евросоюза, пока у власти находится человек, который поддерживает устанавливает и поддерживает антидемократический режим. Такова наша судьба. У нас нет выбора, потому что у нас нет выборов. Спасибо за внимание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова